Хотелось бы, может быть, ещё более углублённо вдаться в объём объектов. Светотень. На примере шара показывают светотень. Вот у нас есть шар. Если он в 2D плоский, то это круг. Если мы хотим нарисовать его, неважно, карандашами, мелочками, красками, неважно чем, нарисовать его объёмным, как в жизни, он объёмный. Вот он, такой сфера. Это уже не круглый, это уже будет сфера. То нам надо придать ему свет и тень. Все объекты объёмные у нас в жизни. И на них падает свет. Либо это свет от солнца, естественный источник света, или это может быть искусственное освещение, то есть какие-то лампы, светильники и так далее. Если это в помещении где-то. И все объекты, они объёмные. Вот даже мелочек взять. Мелочек. Если мы посмотрим на него, вот я приближу. Если мы посмотрим на него, то у него есть световая часть, свет. Как правило, свет, допустим, он откуда-то идёт. Либо слева, либо справа, либо сверху, либо сзади. Это называется контуросвещение. Снизу. В общем, надо разобраться первонаперво, откуда идёт свет, откуда источник света. Я сейчас около окна. Окно у меня сверху. Вот отсюда. Соответственно, отсюда свет будет идти на наш мелочек, на любой объект. Не важно, какой. Не важно, что вы поставите. Отсюда свет будет идти. Всегда противоположна свету тень. Тень и на объекте, и падающая тень. Вы можете посмотреть. Вот она на листочке, падающая тень. Вот она. И чуть-чуть даже вот. Да? Видно. Я думаю, вы поняли. Она очень такая плавная. Иногда бывает она более контрастная. Вот от моей руки, допустим, от моей руки тень падает. Иногда более контрастная. Если, допустим, источник света не такой рассеянный, как сейчас день, да, пасмурная погодка и неконтрастная тень. Вот если бы солнце прям сюда светило, солнечный день был ясный, да, солнце прям очень сильно светило с неба, были бы более контрастные тени. Сейчас такой рассеянный свет, идеальный хороший свет. Вот. Всегда есть первонаперво, с чем надо разобраться, да, это откуда падает источник, откуда направлен, да, источник света. Допустим, вот свет будет отсюда, да, это или солнышко, или какая-то лампа. Вот так обычно обозначают. У нас, у нас вот, да, на мелочек падает вот отсюда. Он может с разных, да, и слева, и справа, и снизу, и сверху, по-разному. И всегда противоположно свету, запомните такой инь и янь, да, всегда противоположно свету тень. Чёрная и белая. Философия по жизни. Вот. Значит, свет и противоположно ему тень. И тень падающая, да, от объекта. Вот, да, как от мелочка, падающая тень. Вот она. И тень, тень падающая, и тень на самом объекте. Тут, может быть, на мелочке вы не увидите, а, может быть, увидите. Ну, обычно вот на таких вот каких-то, да, там, гипсовых каких-то объектах сфера, либо куб показывают более видно, да. Но я думаю, вы поймёте, если вы как бы со мной рисуете, вы понимаете, про что я говорю. Всегда есть свет, и свет, как правило, он по форме объекта тоже обозначается, да. Если это сфера, то он вот так вот и обозначается. Таким кружочком, да, вальчиком. Вот это там блик, какой-то самый-самый светлый, да. Это блик. Это самый светлый, практически белым цветом мы пишем его. Какой-то такой маленькой точечкой. И чем, кстати, объект более глянцевый, стеклянный, тем более явный, контрастный блик. Вот, блик. Чем более матовый, тем, вот, допустим, на коробочке, да, тем рассеянный блик. Его может не быть. Ну, вот чуть-чуть вот тут, может быть, как-то видно, да. Вот, допустим. Вот глянцевая поверхность, да, видите, бликует. Вот я ворочаю к источнику света. Вот блики. Вот. Значит, свет, световая часть, да. Световая часть. Блик самый явный. Световая чуть-чуть потемнее, по тону, да. Помните предыдущий урок, тон. Потом полутени идут, да. Еще потемнее. Это либо штрихуется карандашом, либо рисуется красками, пишется, либо мелочками, да, и так далее. Значит, потом тень. Но это более, знаете, более плавно, но я вам покажу вот как бы поверхностно, да, чтобы вы поняли. Тень. Значит, полу. Полутень. Тень. Полутени могут быть прям вообще очень много слоев тут. Вот тень. И вот тут, казалось бы, да, самая тень должна быть. Но нет. Вот это вот как раз таки. Так, это тень падающая, да. Она прям тоже темная. Особенно вот этот вот стык между объектами, он самый темный. Тень падающая. Падающая. Вот объекта. Вот нашего шара. И вот, вот он рефлекс. Вот он рефлекс попался. То есть, казалось бы, тут должно быть самая тень, да, самая темнота. Но нет. Темнота, как правило, самая это вот тут вот. Практически в конце объекта, внизу объекта. Практически внизу. Но нет. Чуть-чуть есть рефлекс. Рефлекс, он не такой, как свет, не такой, как блик, ни в коем случае. Он чуть-чуть темнее, чем полутень. Чуть-чуть темнее, чем полутень. Я сейчас расскажу, что такое рефлексы. Чуть-чуть темнее. Так, рефлекс. Чуть-чуть темнее, чем полутень. Темнее. Ой, темнее. Вот так. Чуть-чуть темнее, чем полутень рефлексы. Значит, рефлексы — это ещё не только то, что вот эта вот часть на объекте посветлее, чем сама тень. Может быть такое, что, допустим, свет падает, он падает не только на объект, вот тут вот, не только на объект падает. Вот представьте, лучик, солнышко, вот он идет так, падает сюда, а потом рассеивается по объекту. То есть вот эта сторона шара, она повернута к свету, и поэтому тут она сама больше подсвечивается, а тут всё меньше, 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 меньше. Представьте, лучик света, да? И вот на нет свет исходит. Вот, значит, свет падает сюда, и в то же время он падает на поверхность, либо на другой какой-то объект. Может быть, тут ещё шар какой-то есть, или там, не знаю, что-то, куб там, да? Этот цвет падает ещё и сюда, или вот сюда, на какой-то стол, да, может быть. Или, допустим, рефлексы ещё могут быть другого цвета. Вот, другого цвета. Значит, какого цвета? Того цвета, который расплакается рядом с этим объектом. Допустим, у нас, на примере уже цвета, да, покажу. Допустим, у нас яблоко красное, да, будет. Оранжевое, да, красное яблоко. Вот тут свет, солнышко. Тут, значит, свет, полутень, да, тень. Рефлекс, да, рефлекс, он светлее, да, и, допустим, лежит на зелёном столе, да, покрашенном зелёный. И этот зелёный будет рефлексировать на наше яблоко, но именно не на свет, а в тень. Вот сюда. Чуть-чуть. И будет смешиваться, да, с красным яблоком. Это всё колористика уже будет. То есть не вот такой вот зелёный мы добавляем, да, сюда обычно, а зелёно-красный мы добавляем сюда, в тень. В то же время, да, вот что-то такое. В то же время и красное яблоко будет рефлексировать на поверхность, на котором лежит, то есть на зелёный стол. Да, то есть если источник света, солнышко отсюда, то противоположный источнику света тень, падающая, да, от объекта, вот тоже рефлексирует. Вот так вот. Или, допустим, источник света. Отсюда, то, соответственно, тут свет, блик, там, да, полутень, самая тень. И на жёлтом там столе в тень. И жёлтый будет рефлексировать в тень нашего шарика, а шарик будет рефлексировать, отбрасывать тень на жёлтый стол. Вот так. Вот так. В двух словах очень просто, очень просто, да. Никто здесь не преподаёт какую-то живопись и рисунок, и основы рисунка, да. Просто для начинающих я вам объясняю очень просто-очень просто, но это очень интересно. Если захотите, конечно, вдаться в подробности, просто реально посмотрите очень много видеороликов на Ютубе, книги, всё это есть, статьи в интернете, всё это есть, да. Просто хочется вам объяснить очень просто, в двух словах, без... Интересно, да, без воды и научных каких-то терминов. Вот. В то же время, может быть, это и там с кубом, да. Вот там какой-то куб. Получился больше прямоугольник. Он вот такой вот стоит, да, объёмненький. И, допустим, источник света вот отсюда, солнышко наше. Значит, он уже не как шар, да, не такой. Куда падает свет, проводим линию сюда. Самое источное, самое будет засвеченное место, да. Соответственно, противоположено солнышку тень. Всегда, да. Тень. Свет. Значит, тут самая тень будет. Тут, значит, полутень, да, ни сюда, ни туда, ну, чуть-чуть, может быть, тут тень будет. Тут полутень. Вот и всё. Тень, полутень. Свет, да. Ну, свет тоже, он не бликом белым, да, а свет чуть-чуть тоже такой, всё-таки, цвета объекта, да, допустим, синий куб. Отбрасывать тень, конечно, будет падающий, да, тоже там, ну, по форме, да, обычно падающая тень. И рефлексы, да, вот тут я пропустила рефлексы, допустим, сильнее сделаем тень тогда. Как для начинающих, может быть, эта тема и сложная, и ненужная. Но если вы уже такой, у вас уровень продолжающего, да, более опытного, то, может быть, и нужно. Вот, как бы это у нас такая рефлекс, да. А тут снова тень, падающая тень, очень тёмная, особенно вот на стыке с объектом. Ну, обычно там по форме. А я сама, если честно, не люблю так сильно прорисовывать, прям уж этот рисунок. Поэтому я пишу в стиле импаста, в технике импаста у стихи, ну, вот, вроде всё вам рассказала. Ну, в двух словах, да, не сильно, не сильно, чтобы было сложно для вас. Это светотень и рефлексы. Светотень и рефлексы. Итак, со всеми объектами, да, желательно изучить самые, хотя бы ходовые, такие самые основные геометрические фигуры. Сфера, куб, прямоугольник. Вот он плоский, а вот он в 3D. Вот так вот повёрнут. Он прямоугольник. И он там даже можно вот так вот, да, как внутрь, он, типа. Вот плоский, вот прямоугольничек в 3D объёмный. Пирамида, да. Треугольник и пирамида. И так вот со всеми. Что ещё у нас там? Ну, разные, да. Разные. Хотя бы вот эти вот 4, получается, да. Атмосфера, куб, прямоугольник, пирамида сделать, прорисовать и посмотреть, где у них тени. Допустим, тут источник света, значит, тут свет, тут полутень, тут тень, тут рефлекс чуть-чуть, тут падающая тень. Тоже формы, да, формы. Потом и на прямоугольнике, да, прямоугольник. Ещё про перспективу бы вам рассказать. Значит, прямоугольник тоже, допустим, отсюда, да, свет. Значит, тут, опять же, сверху или, может быть, более снизу, да, свет, ну, допустим, вот сверху, справа, да. Значит, тут свет. Тут, значит, противоположная тень. Причём внизу самая прям тень. А, ну, тут рефлекс, да, забывается, что тут ещё рефлексы могут быть. И полутень, значит, да. И вот так вот делим. И падающие, да, тени забываем. Вот так вот и получается объёмчик.